здравствуйте дорогие зрители я рад вновь приветствовать вас в нашей кулинарной студии и сегодня мы продолжим наши беседы меня зовут владимир мухин я студент третьего курса и сегодня хотел бы поговорить с вами о философии и видеоиграх для этого я пригласил в нашу студию кандидата философских наук доцента кафедры общей философии полина сергеевну котляр здравствуйте полина сергеевна котляр родилась поселке васильева зеленодольского района окончила институт социально-философских наук и массовых коммуникаций казанского федерального университета кандидат философских наук тема диссертации социальные предикаты новомедийного субъекта в дискурсе медиаграмотности сегодня мы будем готовить с вами картошку и курицу в горшочках как вы относитесь очень положительно очень положительно самые наилучшие впечатления я вся в ожидании давайте тогда приступать предлагаю вам взять на себя картошку спасибо большое а я возьму курицу как ваши студенческие годы какие блюда ели горшочки наверное это не самое частое да и не самое очевидное удивительным образом вот в мое студенчество как-то я очень активно практиковала современное популярное блюдо сейчас это называется боу в наши времена это было мешанина это когда у вас есть немножечко всяческих остатков вы это размещаете в одну тарелку и наслаждайтесь да то есть это такой элемент здорового питания когда у вас греча с макаронами то есть но своеобразное прочтение это плод общажной жизни или вы дома год нет это домашняя практика то есть когда нет времени но надо как-то себя насытить и быстрее уже бежать что-нибудь сочинять писать дальше то вот конечно же это хороший вариант подкрепиться полина сергеевна а философия это любовь с первого взгляда или это вышло случайно или что-то третье вот я всегда думаю что скорее всего когда я вырасту в действие думал что я стану колли да потом я уже осознала что это невозможно я хотела стать какое-то время политиком и когда я пришла на день открытых дверей в наш институт институт социально-философских наук и массовых коммуникаций то там не пришел больше никто сам были морозы и я была самая стойка вот я пришла и там были все заведующие кафедр и вот как-то заведующий вот кафедр социальной философии алексей борисович лебедев тогда он как раз так распиарил философию что я поняла что вся моя жизнь была просто ну вот подводкой к тому чтобы поступить на философский и так себя органично чувствую на философии что всем рекомендую мне кажется это очень интересный опыт и наши выпускники где только не работают начиная там от помощников всяческих депутатов заканчивая там smm и самыми модными сейчас профессиями полина сергеевна как вы пришли я думаю нашим телезрителям будет интересно как вы пришли именно к философскому осмыслению видеоигр знаете на самом деле я открою вам страшную тайну когда я назвала эту тему то есть мне показалось что это интересно обсудить не потому что эта тема моих каких-то научных изысканий вы можете там посмотреть меня интересует феминизм и там медиа в широком смысле слова я и выступаю здесь как некоторые неофит то есть я недавно вновь вернулась к прохождению компьютерных игр и открыла для себя их но даже с профессиональной точки зрения что они могут быть интересны и как материал для изучения со студентами какие видеоигры вы предпочитаете и почему знаете сейчас конечно рынок компьютерных игр он огромен я конечно страшно уважаю ролевые игры то есть rpg да там где можно бродить следовать определенному сценарию и мне кажется что вот эти вот игорь но последнее что меня поразило конечно диска элизиум если вы слышали то есть там критика капитализма вот это все омаж на карла маркса и так далее я вот своим студентам тоже рекомендовала посмотреть мы хотя бы но если не поиграть то посмотреть какие-то прохождения до летсплеи то есть там есть вот этот потенциал который ну вот теперь отсутствует у каких-то современных фильмов и если вы слышали не знаю цветан тодоров это французский философ можно вот так назвать болгарского происхождения и он разбирает идеальный нарратив да то есть он говорит что у нас есть конструкция но вот условно равновесие нарушение равновесия обратное возвращение к исходному как будто бы состоянию но в новом качестве то есть смотри какие-то ужастики ну вот там типичный сценарий группа товарищей приезжает на озеро и там их всех начинают убивать на какой-то момент что случается страшно за ними бегает там какой-то маньяк и когда вы смотрите этот фильм вы уже понимаете что будет дальше если вам показали там пилу крупным планом в первых нескольких кадрах то очевидно и будут пилить этой пилой да это это уже не пугает это уже как бы даже не страшно все равно страшно ну смотрите она когда вы любитель фильмов ужасов вы даже ойкать не будете на там когда вы смотрите там 25 фильм по одному и тому же шаблону а компьютерные игры ну вот вспоминайте там что там нашумевший ну даже если мы берем atomic heart до отечественная игра недавно вышла это прям событие в игровой индустрии и когда вы играете в эту игру вы понимаете что вот вас убьют и вы заново будете это перепроходить здесь включат какие-то другие механики но даже если вам не дать оружие если вам не дать возможности противостоять противнику как-то но вы должны выжить вы должны всю игру отсиживаться под столом да вот такие выживальщики и это гораздо страшнее чем вот скримеры где на вас там набрасываются которые вы можете посмотреть в каких-то там кинотеатрах да то есть мне кажется игры открывают новые горизонты даже эмоционального переживания это сейчас очень важный наверное какой итак мы успешно справились картошкой закончили с курицей и я думаю что теперь мы можем перейти к луку и моркови и параллельно хотел бы вас спросить вместе с тем а как вообще философской мысли воспринимались видео игры есть у нас уже такой опыт исследовательский ну безусловно вообще середина девяностых начинает становиться исследование именно такое философское и видеоигр но понятно что говорим мы компьютерные игры но там явление это гораздо шире то есть если вы знаете что многие видеоигры взяли в себя механику настольных игр и это вот как раз как бы все должно рассматриваться в совокупности и ну вот в качестве какого-то может быть у нас как просветительская передача light версия я здесь упомяну философа он не жив здоров да и всячески хорошо себя чувствует это славой жижик славянский философ он комментирует все что угодно очень популярны в медиа очень активный он такого ну как бы постмарксистского толка и вот он как раз акцентирует внимание на таком понятии как интерпассивность он говорит что вот смотрите есть понятное явление ну вот например плакальщицы на похоронах но это понятно вы напрямую вас умер какой-то родственник и вы озабочены тем чтобы всех родственников как-то устройство разместить наладить там у кого может быть там какие-то поминки организовать и так далее и вам некогда плакать самостоятельно и вы как будто бы отдаете это на некоторые аутсорс да то есть специальные люди должны этим заниматься вы в это время освобождены от горького переживания и либо молельные барабаны тибетские когда вы проходите крутите рукой они как будто бы за за вас совершают молитву он говорит что вот смотрите телевидение медиа они нас приучают ну как будто бы наслаждаться посредством другого если вы помните ситкомы и там есть закадровый смех это не потому что там ну можно сказать и конечно это одна из версий что там смешной момент это потому что человек так устал на своей работе что домой приходя он должен иметь возможность но просто посмотреть телевизор и потом подумать что это смеялся именно он то есть он делегирует свои полномочия компьютерные игры мне кажется здесь гораздо интереснее потому что от вот этой но пассивности телевизионной вы переходите к активным действиям то есть вот этот там субъект скажем 20 века он принципиально давай сидящий перед телевизором да то есть он такой очень конкретный человечек да никуда не ходят ничего ему не нужно а вот тот кто играет в компьютерные игры это уже действующий совершенно верно да то есть у него потенциал активности гораздо выше итак у нас все ингредиенты приготовлены теперь мы будем упаковывать наши горшочки по слоям давайте начнем вот с этого замечательного горшочек держите производство да давайте такое машинное практически давайте немножко масла дали добавим конструкция интересная затем мы укладываем курицу немножко немножко курицы следующим слоем покрываем полностью дно потом после курицы мы укладываем лук морковку и уже в довершение картошечку и немножко добавляем кипятка ну и конечно не забудем посолить все это дело полина сергеевна а говоря об объектах ваших научных изысканий что вас интересует чем вы занимаетесь сейчас у меня такая пауза между научными изысканиями то есть я исследую медиа проблемы связаны с образованием и так далее но теперь я вот как раз начинаю как бы лежать в сторону докторской диссертации и свою докторскую я хочу посвятить как раз изучение юмора то есть контексте ими ну какой медийности современного общества да то есть у нас же теперь некоторый бум стендапа и если какое-то ну познавательные то есть вот там эпистемологический контекст юмор обычно всегда принято говорить о юморе в русле там эстетики переживания что такое да смешное что такое комическое насколько это низкая категория ну вот обычно же юмор всегда не просто так в подвальных помещениях стендап проводится да то есть это каких-то ну знаете как есть культура телесного верха и телесного низа и сразу вспоминается ломоносов теория трех штилях и самые низкие это именно юмористически да 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 и вот мне хочется пересмотреть насколько это действительно так ну и конечно кроме этого я занимаюсь изучением до гендерных вопросов проблем связанных с феминизмом и мы я не согласна с тем что иногда это показывается как ну что-то очень сомнительное и ненужное но ведь и коня наскоку остановить и вы избывайте а кто как не феминистка это будет делать мне кажется что это тоже достаточно интересно и вот я параллельно занимаюсь и собственные гендерными проблемами мы завершили два горшочка и переходим к следующим двум пожалуйста как вы говорите пришли к теме феминизма ну это не я пришла да это она меня выбрала в качестве амбассадора да 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 спасибо да что что подсказываете тема феминизма сама меня выбрала и интерес со стороны студентов до очень высок то есть у меня много пишут курсовых работ по этой теме то есть там есть еще что исследовать но вот например насколько мы сегодня говорим что там для нашего общества актуально проблемы которые там были в двадцатом веке но смотрите там например польша опять же запрет абортов все было разрешено женщинам и сейчас шаг назад запретили там всяческий протест вот этот туризм где они ездят другие страны повышение женской смертности и так далее то есть здесь вопросы не просто праздные где мы обсуждаем феминитивы многие как-то этого боятся но здесь тоже такая практика опять же никто не боится феминитива учительница а других феминитива как то вот мы пока еще директриса директриса ну вот да как то есть свои привычки в языке данный язык подвижен и кажется что еще пройдет ненное количество времени мы забудем что здесь именно феминистки за что-то боролись она просто будет органично встроенного в наш язык то есть здесь есть те вопросы ну например если вы опять же смотрите фильмы или там какие-то аниме то вы замечаете что например для японской культуры тот уровень женской свободы которые есть российском обществе он совершенно пока недостижим то есть по-прежнему идет репрезентация женщин до в таком очень консервативно традиционном ключе то есть у меня например студентка тоже будет это магистрантка будет это рассматривать в рамках своей диссертации полина сергеевна поддайте противень пожалуйста сейчас мы все это чудесное зальем водой и отправим в духовку ровно на 40 минут а еще в горшочках можно готовить с овощами с грибами кстати говоря то есть самый разный спектр ингредиентов можно использовать для приготовления блюд в горшочках так совсем чуть-чуть воды совсем чуть-чуть и можно смело отправлять в духовку жаркое в горшочках куриную грудку и картофель нарезали небольшими кубиками морковь соломкой репчатый лук мелко нашинковали на дно каждого горшочка налили немного растительного масла далее слоями выложили подготовленные ингредиенты сначала куриную грудку затем лук и морковь сверху уложили картофель содержимое горшочков посолили добавили немного кипятка и отправили в духовку на 40 минут а пока мы с вами ждем приготовления наших замечательных горшочков предлагаю нарезать быстрый вкусный салат свежих овощей как мы его с вами назовем а знаете давайте назовем модернистская крошка интересно почему именно такое название а потому что там будет максимально все что мы не кладем в окрошку обычно это правда мы положим в наш салат замечательный капусту морковку лук и болгарский перец и немножко приправим этот маринадом и зеленью давайте тогда я возьму на себя капусту а вы пока с морковкой разберется я заметил кстати говоря что в истории гендерные исследования тоже набирают популярность чем вообще можно объяснить вот такой всплеск интереса к женской теме не только вообще во всех гуманитарных науках как получается ну смотрите вопрос он огромный конечно же вот в рамках сейчас мы с вами наверное не сможем его даже надкусить как эту капусту или морковку то есть здесь много часов ну опять же я вы выскажу одну из концепций ну например весь двадцатый век это время переопределения себя то есть философии как вы знаете там классическая стала не котироваться потому что после событий начала двадцатого века до после холокост до после вот этих всех трагических ужасных преступлений против человечества ну невозможно говорить и философствовать о том о чем мы философствовали в веке девятнадцатом поэтому философия обращает свое внимание ну к таким как бы маргинальным вопросам ну например там второй половине точно дату не скажу выходит работа барта посвященная анализу рекламы до этого вообще в трезвом уме занимался исследованием такого ну низкого жанра и как-то хотел до академически его как-то проанализировать но тем не менее до реклама получает такое очень фундаментальное рассмотрение если мы говорим о вопросах связанных с феминизмом то здесь конечно же определение женщин самих себя да то есть как мы теперь себя позиционируем если в тяжелый период мы справились с какими-то вызовами да и смогли и работать на производстве то есть мы стали самостоятельные свободно испанась советский союз советские фильмы когда женщины это действительно те кто помогают наравне с мужчинами и конечно гендерная повестка и вот все там феминистские какие-то вопросы к прежде всего к самим себе они получают свое ну такую некоторую бум моду если можно так выразить конечно это мода имеет некоторый побочный эффект потому что очень велик соблазн занимаясь исследованиями связанными с феминизмом ну как-то уйти в популярную культуру да как-то пытаться заинтересовать зрителей или там слушателей читателей каким-то эпатажем да надо как-то вот определить все-таки вы медиафилософ вы какой-то искатель славы или вы действительно хотите разобраться в этом вопросе вот вы интересный тоже момент затронули изучение юмора меня знаете есть неоднокрупник есть товарищ историк классик он однажды у лихачёва прочитал что изучение юмора значит составляет самую-самую задачу историка и теперь вы мне об этом говорите ну для меня это слышать немножко непривычно как бы юмор да изучать его зачем история повседневности она ведь только-только набирает обороты можно сказать только развивается почему вы считаете тему юмора вот его изучение ну столь важно ну во-первых это то что вырастает из самой ну как бы нашей обыденной жизни то есть вы видите всплеск какого-то интереса стендап комиков да каждый теперь хочет стать не просто блогером но и немножко ну таким ну как сказать сатириком самостоятельно писать текст а это очень важный вопрос то есть когда мы пишем текст мы каким-то образом осмысляем этот мир да даем свой анализ даже через процесс ну какого-то нацмехания да какой-то ухмылки и так далее то есть вот здесь мне кажется какое-то переживание кризиса авторства если у нас там в двадцатом веке появляется концепция что а смерть автора да 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 что теперь у нас за все ответственный читатель то мне кажется вот это всплеск моды на юмор пусть он будет не такой организованный как например КВН а индивидуальный все равно это что-то сообщает о нашем обществе то есть есть какой-то внутренний запрос да то есть понятно что там где-то за рубежом стендап уже очень давно развивается и он достиг вот таких форм мне кажется что в юморе очень много можно найти нашего ну непосредственно отечественного компонента да то есть те отсылки которые ну вот заставляют нас смеяться они будут да наш культурный код то есть мне кажется что вот я пока еще только начинаю но я надеюсь что я найду очень много интересных мест да то есть попытки именно в познании да каких-то аспектов реальности вот вы интересный тоже вопрос затронули форма стендапа вот формально не является ли это переходом ну например от драматургии восемнадцатого девятнадцатого века сатиры да сатирической драматургии или например переход от Салткова Щедрина вот к такой форме вообще стендап это что такое по форме по содержанию понятно да а вот с точки зрения формы ну вот смотрите когда мы говорим о стендап комедии то мы неизбежно приходим к тому что это некоторое выговаривание человека о самом себе вы не можете написать какой-то монолог комику о его переживаниях если вы не сам комик то есть только это ваше глубоко лично глубоко лично иначе будет не смешно иначе это будет я извиняюсь за слово симулякор вспоминаем бодрияра то есть пустое место да то есть мы что-то сконструировали но всем будет заметно чтобы под этим ничего не находится да то есть вот какой-то такой яркий пример обмана мы переходим к приготовлению маринада к нашему замечательному салату и в него мы добавим в первую очередь растительное масло по большей части во вторых добавим мы в него немножко уксуса немножко соли и еще меньше сахара Палин Сергеевна с точки зрения организации игровой индустрии вот что что меняется какие тенденции может быть что-то новое ну вот как бы мы не романтизировали игры и так далее везде есть рука капитализма поэтому я горячо симпатизирую инди играм то есть это игры малых фирм да то есть не каких-то корпораций именно может быть какого-то одного разработчика да какой-то компании там где нет вот этих жестких контрактов требований где нет привязки к определенной франшизе и так далее и мне кажется что как раз инди игры это то что еще способно всколыхнуть эту индустрию там много чего интересного там неожиданные там ходы игровые практики геймплей в целом и я вот здесь призываю поступать как раз в наш институт у нас есть магистрские программы одна по современной философии другая по философии цифрового общества вы в принципе можете посмотреть рабочие программы и той и той специальности например на цифровом обществе вы будете учиться писать сценарии для видеоигр да и сами становиться разработчиками это очень интересно неважно какой у вас бэкграунд выбирать современную философию в принципе да мы и там и там вас научим создавать метанарративы то есть то что будет интересно читателю так захватывать его и вовлекать в глубокие ну такие социальные гуманистические смыслы спасибо большое обязательно и я даже подумаю о поступлении магистратурно-цифровую философию заливаем маринад наш салатик и аккуратно аккуратно перемешиваем сейчас мы подождем когда приготовятся наши замечательные горшочки и будем уже пробовать салат постмодернистская окрошка капусту нашинковали морковь и болгарский перец нарезали соломкой лук полукольцами для маринада смешали растительное масло уксус соль и сахар этим маринадом залили подготовленные ингредиенты и хорошенько перемешали итак мы дождались приготовления наших замечательных горшочков и я думаю можем перейти к тому чтобы их попробовать основная часть программы самое интересное всегда где-то внизу надо немножко покопаться чтобы найти ну вот я пока только картошечку закусил очень-очень достойно очень хорошее одно здоровое питание давайте теперь к салатику обязательно да мы так его крошили так старались все усилия вкладывали что же у нас там получилось он должен настояться самое правильное когда вот под разговорами дали ему прийти в себя и потом вот уже пропитанный соусом причиняет большее удаст ой давайте мне побольше вам поменьше правильно спасибо спасибо большое так я вообще не любитель болгарского перца кстати говоря ну как же это же хрустящие большего витаминов С да хотя я конечно не по специальности далеко не связаны с медициной но про витамины это всем известно давайте вот это хорошо у вас рука взяла вот все-таки вас не обмануть грамотная пропорция немного соли но оно такое очень приятно и здесь кстати говоря болгарский перец достаточно органичен на мой взгляд ну потому что это это я поторопился посмодернистская крошка да как мы ее обозвали ну что ж настала пора прощаться спасибо большое Полина Сергеевна что посетили нас сегодня спасибо большое уважаемые зрители а мы будем и дальше готовить наши замечательные студии и приглашать следующих гостей философов историков культурологов и многих-многих специалистов из других областей спасибо большое до свидания